Сейчас я вот только включу презентацию, и она будет подсвещена нашему опыту с модифицированным методом аспирации и устройством Rapid Pulse. И я буду... Давайте посмотрим, работают ли слайды. Да. Сейчас вот эта презентация вроде как бы не работает. Сейчас я поменяю слайды, и мы продолжим. Хорошо. Вы можете прекратить пока слайдов, потому что наша техническая служба у нас уже запустила ваш слайд. Это в слайде на голубом фоне, да? Есть, видно ли вам презентацию? Хорошо. Хорошо. Что я хотел бы рассказать, заключается в следующем. Существующие аспирационные системы создают постоянный вакуум. И когда вы прилагаете аспирационный катетер, всасывание занимает времени, и время аспирации, как правило, занимает от 2-3 минут. И когда мы извлекаем аспирационный катетер, систолический поток идет в противоположном направлении, что означает, что частицы сгустка могут быть потеряны в сосуде. Следующий слайд, пожалуйста. Принцип работы системы Rapid Pulse предоставляет нам альтернативную возможность, поскольку он меняет вакуумизацию до 0,8 раз в секунду, создавая механическую нагрузку, которая разбивает сгусток и засасывает его полностью. Таким образом, эвакуация сгустка занимает всего несколько секунд. Это вот просто изображение. Вы можете переключить другую презентацию? Там два видео сохранены. И, пожалуйста, запустите первое видео, потому что это просто изображение. Я отправил вам две презентации. И в одной из них содержится видео. Да, 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 да. Да, вот эти белые слайды. Да, пожалуйста, нажмите, чтобы все могли увидеть, как это работает. Да, запустите, пожалуйста, видео. Да, замечательно. И если вы посмотрите на левую сторону слайда, вы видите, что за несколько секунд весь сгусток был эвакуирован. А если мы посмотрим на стандартный метод аспирации, который на правой стороне слайда, если мы досмотрим до конца, то мы увидим, что аспирация займет порядка двух минут. И когда вы производите операцию механической тромбоктомию в середине, в два часа ночи, и это очень приятный результат, когда сама непосредственная аспирация занимает несколько секунд, а не нужно ждать две-три минуты, прежде чем процесс завершится. Да, пожалуйста, переключитесь обратно на голубенькие слайды. И на четвертый слайд, если это возможно. Следующий слайд, следующий слайд, пожалуйста. У меня была возможность протестировать эту систему на пациенте два года назад. У нас было два пациента, 10 пациентов на самом деле, с большими аллюзиями. И мы пытались использовать данную систему для того, чтобы удалить сгустки. Все эти пациенты мы достигли ревоскулиризации по шкале ТК-3 и получили очень хороший результат. И у семи этих пациентов ревоскулиризация была достигнута с первого прохода. И мы в каждой разе использовали одну и ту же систему, которая состоит из помпы и аспирационного катетера. И все работало прекрасно. Вернитесь, пожалуйста. Я использовал катетеры React-71, но на самом деле система может быть использована со всеми видами насосов и со всеми видами аспирационных катетеров. Я хотел бы сейчас продемонстрировать вам демонстрационный кейс. Пожалуйста, переключились на белую презентацию на второй слайд, потому что там именно находится необходимое нам видео. Да, вот здесь вот остановитесь, пожалуйста. Здесь вы видите правую кротидную артерию и среднюю мозговую артерию, где находится сгусток. Это один из самых ранних наших экспериментов. Вы видите, что мы доставляем аспирационный катетер. И вот запускается таймер. И сейчас вы сможете увидеть, насколько эффективно. Я вот двигался очень-очень медленно, никуда не торопился. И уже к этому моменту клод сгусток был полностью удален аспирационным катетером. И система работает вот в таком способе. Она как бы выдает вибрацию, создавая такой звук, который говорит вам о том, что сгусток полностью удален из сосуда. И я еще раз повторюсь, никуда не торопился, полностью доверяя информации от компании. И вы видите, после удаления аспирационного катетера мы у этого пациента получили результат 3 по шоколитике. И вы видите, у пациента развился небольшой вазоспазм из-за того, что мы использовали длинный интродюсер. И, пожалуйста, вернитесь к моей основной презентации. Я хотел бы сделать небольшое заключение. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. В заключении я хотел бы сказать, что система Rapid Pulse позволяет нам достичь высокой степени в ревоскуляризации. Это высокочастотная операционная система, которая все делает быстро и полностью удаляет сгусток из сосуда. И, по моему мнению, система уменьшит необходимость в использовании стенд-ретриверов, потому что она полностью удаляет сгусток в случае окклюзии больших сосудов. Это, к сожалению, плохая новость для компаний, которые производят стенд-ретриверы. Но хорошая новость для всех нас, поскольку проведение высокотехнологичных операций всегда, прежде всего, финансовый вопрос. Я теперь готов ответить на все ваши вопросы, которые могут возникнуть у вас в аудитории.